Добро пожаловать в инфосферу. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на Арк. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Грань будущего. В недалёком будущем раса инопланетян вторгается на Землю. Никакая армия в мире не может противостоять им. Майор Уильям Кейдж умирает в бою, но случается невозможное. Он оказывается во временной петле. Раз за разом он попадает в один и тот же бой, сражается и умирает. Снова и снова. И каждое повторяющееся сражение приближает его к разгадке того, как победить врага. Ошибка времени 2014 года. Трое приятелей, подающие надежды художник и посовместительство управдом Финн, его девушка-официантка и писательница Келли и их друг Джаспер, помешанный на собачьих гонках, находят в комнате заседа учёного странное изобретение. Машину, печатающую фотографии из будущего дня. Теперь Джаспер знает, на каких собак нужно ставить. И Финн и Келли могут, наконец, посвятить себя любимым занятиям. Но вскоре визуальное пророчество загадочной машины начинает обескураживать и пугать героев. Связь. В ночь падения кометы, восемь друзей на званом обеде становятся участниками цепи странных и загадочных событий. Петля времени. В недалёком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое. Задача принимающей стороны – убить жертву, стерев тем самым несчастного из истории. Исход год. Солдат по имени Коутер мистическим образом оказывается в теле неизвестного мужчины, погибшего в железнодорожной катастрофе. Коутер вынужден переживать чужую смерть снова и снова, до тех пор, пока не поймёт, кто за чинщик катастрофы. Грег приглашает свою подругу Джесс, молодую мать-одиночку, провести день на яхте в кругу своих друзей. Начавшийся сильный шторм переворачивает судно, и оставшихся в живых вынуждены добираться помощи, цепляясь за перевёрнутый корпус яхты. Спасение приходит в виде огромного океанического лайнера. Судно оказывается пустым, часы на борту остановились, но они не одни на этом огромном корабле, за ними кто-то неустанно следит. Временная петля Гектор самый обычный человек, вполне довольный своей жизнью, любящая жена, дом за городом. В одном из вечеров, внимание Гектора, привлекает мелькнувшая в лесу полуобнажённая девушка, и движимый любопытством мужчина отправляется разведать, что же там такое происходит. В лесу он сталкивается с человеком, чьё лицо скрыто окровавленными бинтами. Скрываясь от преследования незнакомца, Гектор случайно попадает в машину времени. День Сурка Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания, на празднование Дня Сурка. Но на этот раз веселье рискует зайти слишком далеко. Время сыграло с ним злую шутку. Оно взяло да и остановилось. Теперь на календаре Фила чернеет одна и та же дата, 2 февраля, из которой он никак не может выбраться. Неунывающий ведущий пытается извлечь выгоду из своего комичного положения. Впервые у него уйма времени и безмятежное предсказуемое будущее. Отныне с ним не случится ничего плохого и ничего хорошего. У Фила осталась одна заветная мечта, простая и незамысловатая. 3 февраля Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!